Согласно Библии Мафус Саил прожил 969 лет. Это удивительный рекорд. А родился Мафус Саил примерно 5300 лет тому назад, когда экология была намного лучше, чем сейчас, люди не употребляли в пищу мясо. Считается, что библейский секрет долголетия состоит в двух чашках травяного чая. Удивительный напиток стал причиной долголетия прожившего без малого тысячулетия Мафус Саила, он же поддерживал Адама и его детей в прекрасной форме. Это открытие было сделано немецким археологом Вальфгангом Лембке, председателем общества изучения Библии и университета в Штутгарте. Бог даровал Адаму и Еве секрет приготовления такого чая, после изгнания из Эдема, но 4000 лет назад его рецепт был утерен. Лембке и ряд ученых пытаются восстановить рецепт с помощью компьютерных технологий. Такие травы есть и сейчас, только необходимо найти необходимую пропорцию. Но в состав чая входят такие растения, как смертельная ядовитая беладонна, марихуана и опиумный мак. Пользуясь этим чаем, Адам прожил 930 лет, Мафус Саил 969 лет, но и минус 950 лет. Напиток известен был среди вавилонин, хай, что означает жизнь. После ноя продолжительность жизни стала сокращаться. Видимо рецепт чая был утерян во время потопа. А чай содержит все витамины необходимые для жизни, и замедляющие процессы старения клеток организма. Комбинаций для составления рецепта может быть множество, и нельзя будет с уверенностью утверждать, что рецепт полностью соответствует утерянному составу. Но пользуясь частями рецептов, обнаруженных в шумерских и древневавилонских текстах, ученые попытаются его восстановить. Для продления жизни, кроме здорового образа жизни, необходимо придерживаться основных правил нестареющего человека. Не стоит раздражаться, следует сохранять спокойствие, избегать споров, не позволять вовлечь себя в споры. Никого не нужно поучать или давать советы, пока не спросят. Следует полностью искоренить лень, можно занять активную жизненную позицию, интересоваться всем, что происходит вокруг. Можно попробовать по-философски относиться к взрослым и детям, их поступкам. Помните, что их поведение зависит от воспитания генов. Следует беречь отношения с близкими людьми, и жить по собственному плану, при этом относиться к людям лучше. Нельзя винить себя, в чем бы то ни было, ведь можно исправить многие ошибки в жизни. Необходимо заниматься тем, что именно по душе, отвергая то, что не нравится. Не торопитесь, всему свое наступит время, если вы уверены в выбранном пути, то удача равно, как и неудачи продвинут тебя ближе к цели. И нужно жить, чтобы найти себя. Продолжительность жизни зависит от нас больше, чем мы думаем. Да, человек не бессмертен на Земле, но достижения настоящей науки и совершенствования духовное помогут человечеству продлить продолжительность жизни и сделать долголетие абсолютной нормой жизни.